На этой неделе в Омске горожане отстаивали свое конституционное право на благоприятную окружающую среду. Жительницы домов в самом центре пожаловались на большую парковку рядом с их домом по улице Ленина и вырубку всех деревьев поблизости. Специалисты мэрии ответили, что право на свободу передвижения никто не отменял и сообщили, что дышать свежим воздухом можно ходить в скверы неподалеку. Перемены вокруг известной магистрали этой весной вызывают пристальное внимание экологов, общественников и журналистов. Ведь все последние годы она чахла и редела. Несколько месяцев назад началось большое благоустройство первой части улицы Ленина в районе драмтеатра. А вот второе, оно коснулось лишь частично и далеко не во всем в положительную сторону. У кадетского корпуса высадили саженцы ивы, но выяснилось, что они появились там не из питомника, а взятые из другой части города. А возле дома журналистов и соседнего магазина все крупные деревья срубили, причем в темное время суток. Аргументы и факты, события и мнения о благоустройстве в центре города в репортаже Евгения Нефанова. Облака пыли и гари над перекрестками – примета Омска. Маленьким горожанам это пока не вдомек, а вот и взрослые говорят о проблеме открыто. Светлана гуляет с внучкой рядом с магистралью. По всему проспекту Маркса, вот где пешеходные переходы, очень мало деревьев. Вообще насаждения, можно сказать, нет. В основном вот асфальт. Вдоль центральной улицы миллионного города много лет сидят пни, а с недавних пор растут обрубки. Это ноу-хау агрономов управления и чиновников департамента. Деревья должны когда-нибудь зазеленеть вновь. Но эколог Сергей Костырев говорит, что такими темпами город-сад не построишь. Вдоль всей магистрали должно быть специально оборудовано, ну мы его так называем, условно зеленый щит. Иначе вот весь тот негатив, вся эта отрава, поговорить будем честно, весь тот яд, который выбрасывается автомобилем, он оказывается либо у пешеходов, которые рядом ходят, либо в ближайших домах. А архитектура Омска такова, что расстояние от улиц до ближайших домов, особенно в центре, оно очень маленькое. И в это маленькое расстояние у дома 30 по улице Ленина умудрились втиснуть парковку. Было это полтора десятилетия назад, и жители ближайших домов с пыхтящим железом под носом как-то свыклись. А вот прощать срубленную в этом году Иву Елена считает уже нельзя. Ведь коммунальщики объяснили, мол, больная, внутри идут какие-то гнилостные процессы, а спил показал вполне здоровая. У нас у всех какие-то процессы внутри идут. Мы для того же его пилили, чтобы посмотреть. Вырубили три года назад и деревья напротив. Владелец пожелал открыть витрину магазина. И теперь прежние виды только на картинках. Они срублены были почистую. Оснований не было никакого срубить шикарные ивы. Сейчас здесь пустырь, пыль. Попытку компенсировать высокие ивы низкими туями запылила магистраль. А у жительницы Лины накопился целый альбом о пустынивании здешних мест. По ночам рубят деревья, понимаете? Деревья рубятся по ночам. Ленина 34, пожалуйста, журналист. Ночью все было срублено. Вот сейчас этого ничего нет. Елена и Лина подали иск в суд о нарушении их конституционных прав. Ожидали всякого. Однако ответчик из администрации города своей репликой срубил их самих. Нам сейчас говорят, что на улице Ленина нет возможности посадить деревья. Здесь деревья расти не могут ввиду очень высокой загазованности. А как тогда нам жить? Впрочем, этой весной чиновники сами себя опровергли. У кадетского корпуса высадили десятки шаровидных ив. В вечернем свете ряд саженцев выглядит особенно привлекательно. Здесь они на месте и красиво смотрятся и будут жить здесь. Я положительно к этому отношусь. Именно к тому, что здесь посадили и что посадили. А другой вопрос – где взяли? А взяли из другого места. Полтора месяца назад заслуженный лесовод России обнаруживает пропажу ив отсюда, из отдаленного сквера по улице Воровского. Часть деревьев уже выкопали, вот еще одно готовят к пересадке. Смотрите, в корзине с грунтом все подготовлено. Неожиданное решение в мэрии объясняют спасением густорастущих деревьев. Деревья с широкими кронами, такими как ивы шаровидные, должны быть высажены на расстоянии, в взрослом состоянии между ними должно быть до 8 метров. А сейчас они у нас на Воровского подсажены 4 метра. Поэтому их надо рассаживать. Эти обстоятельства мы проверяем сразу же. В сквере на Воровского достаем рулетку, чтобы выяснить, действительно ли расстояние между непрореженными ивами 4 метра. Мы решили провести эксперимент и посмотреть, каково же на самом деле расстояние между двумя высаженными шаровидными ивами. Между двумя получается 420, рулетка на 7,5 метров. Ее немного не хватает, но примерно здесь, наверное, 8,5 метров. Такой подход заслуженного лесовода возмущает. Вы посмотрите, 3 метра достаточно любому дереву. 3 метра будет от дерева, любое дерево будет расти. Зачем 8 метров? Однако в администрации прореживание берут за правило. Новые пеньки могут появиться в самом сердце Омска. В свое время, когда открывали, в 85-м году торговый центр посадили, маленькие елочки, красиво было, помните, да? Конечно. А сейчас к этим елкам подойди. А их своевременно не рассадили. Все. Сейчас придется выпиливать. Вы представляете, какой резонанс будет? А другого выхода нет, они друг друга убили просто. Такая новость шокирует Евгения Рабиновича. Борец за права граждан считает эти колючие зеленые лапы брендом Омска. Эти ели, я считаю, высажены очень умело и очень грамотно. И они нисколько не хуже, чем, допустим, те ели, которые я видел у Кремлевской стены, те ели, которые я видел в других городах. Они очень нравятся, население нашего города. Общественник считает, что хвойные деревья возьмет под свою защиту руководство торгового центра. Отстоять свои права в суде решили и Елена Елина. И выяснили, что голый тротуар напротив – это результат безалаберности. К сожалению, данные саженцы были утеряны в ходе зимнего содержания дорог с вывозом снега. Свидетели есть, а вот обвиняемых нет. Да и вырубку деревьев в центре города специалисты управления оправдывают заботой о самих же горожанах. Деревья у нас не растут более 50-60 лет. Они несут аварийную опасность. Именно в последние годы участились случаи аварийной ситуации деревьев. Деревья падают на машины, и мы ежемесячно идем в суды и рассматриваем эти вопросы. Потеря от высаженных деревьев составляет на сегодняшний день менее 5%. В этом году благоустройство станет не зеленым, а золотым. 140 миллионов рублей выделяют из бюджета. Однако настоящую экологическую отдачу от новых посадок ожидают лет через 20. А к тому времени состарятся другие деревья. Елене и Лине в удовлетворении требований суд отказал. Разрешение на организации парковки в мэрии затерялось, а срок давности истек. Территорию у магазина напротив пообещали озеленить ко дню города. А в пересадке ИВ из сквера Новоровского к Кадетскому корпусу прокуратура нарушений не усмотрела. Чиновники обещают успеть к 300-летию обустроить сквер Дзержинского, а в будущем реконструировать и вторую часть улицы Ленина. А пока горожанам за свежим воздухом остается ходить и ездить в последние оставшиеся скверы и парки. Евгений Ленифанов, Артем Колесников и Андрей Кузьмин. Антенна 7.